Младен Хадим из Маним Лесосон Тема заявленная Прокатывается так, эхо Тема заявлена очень крутая Там есть всякие слова про душу, про тело душ Мистическое тело Мы знаем, что у каждого из нас есть душа, что у человека есть душа Но уже, так сказать, про следующие шаги, про совокупности про тело душ Это надо очень осторожно, чтобы нам не погрузиться в некий туман, потому что некоторые люди говорят, что вообще мистика должна быть все так туманно и непонятно С удовольствием Ну, как обычно, традиционно это приглашаю присоединиться к своему исследованию, которое совсем не закончено, а очень даже контроверсальное Сразу постараюсь сформулировать главный тезис Что в наши непростые дни А когда они у нас были простые, собственно В наши непростые дни хочется меня как-то тянет заниматься единством народа Израиля осознать, что же это такое Ну, так сказать, не во внешних проявлениях Там, Иллада с Веру, там Демонстрации за, демонстрации против Понять как-то на серьезном уровне Насколько мы все Насколько весь народ Израиля представляет одно Одно целое Чуть не сказал тело Но об этом не будет речь Да, одно Насколько народ Насколько мы вообще Это, так сказать Потому что Временами Иногда даже кажется Что я совершенно не понимаю Что происходит И часто так вот Короче говоря Насколько главный Главный тезис Это стремление Разобраться В том В каком смысле Все евреи Представляют собой Одно целое Теперь дальше Можно пойти дальше И Надеюсь Мы Чуть-чуть поговорим К концу беседы Насчет того Что все люди Тоже представляют С собой одно целое Это Тоже Тоже Не безинтересно Но Это Это еще более трудно Временами понять Да Как Недавно Цитировался Левенас Когда При обсуждении Повторюсь Когда При обсуждении Заповеди Возлюби Ближнего Своего Как самого себя Ну это Трудная заповедь Трудно любить Ближнего Как самого себя Хадам Даже написал Что это Это вообще Невозможно Поэтому Евреи Сформулировали Более Более Реалистичную Заповедь Не делай Другому Того Что ты не хочешь Чтобы делали Тебе Возлюбить Ближнего Как самого себя Трудно А Левенас Говорят Даже сказал Что мы Ближнего Временами Едва Переносим Надо Надо Преодолеть Этот барьер Ну Короче говоря То что мы С разных Точек зрения Меня интересует Вопрос На первом Так сказать Пока все Человечество Отодвинем В дальний ящик Насколько Можно сказать Что Мы один народ Все евреи Один народ Одно Целое Может быть даже В каком-то Не очень Четко определенном смысле Представляем собой Одно тело Это такой образ Образ Даже как тело человека Понятно что Так сказать Что Пальцы рук Там нос Ухо Что бессмысленно Чтобы одна часть Тела Сердилась на другую Так сказать Или Так сказать Чтобы пальцы Наказывали Собственное ухо Правильно Это некое органическое тело У каждого Своя функция Все вместе Складывается В одно Это Безусловно Такой мотив Древний Это архетип Потому что Так сказать С древних времен Короче говоря Это и так понятно Теперь Да Прошат Ницавим Которая была С месяц назад Дорожа Мы пытались Это атаковать С определенного Ракурса Эту самую Проблему Потому что там было Вы все стоите Сегодня И не только Здесь Сегодня А тем Ницавим Правильно Да А тем Ницавим Майом Кулхэмлиф Неа шэмэлэ Клхэм Вы все стоите Здесь Сегодня И не только С вами Я заключаю Не с теми Кто есть Тут Сегодня Но и с теми Кого Нет Тут Сегодня В каком смысле Тут присутствуют Присутствовали Короче говоря Там это Брит Муав По всей видимости Правильно До этого Брит Синай И все Все евреи Говорят Присутствовали На горе Синай И все евреи Стояли Как это мы понимаем В каком смысле Мы заключим Союз С теми Кого тут Нет Сегодня Может быть Как сказать С детьми Мы обсуждали Что Ибнезра Наехал На Противоположную Школу И сказал Вейнок Это Амам Рим Не так Как Те Которые Говорят Кируход Габа Им Аюшам Да Ибнезр Сказал Не нужно Тут Не то что Он не верит Что могло Такое Быть Не то что Он не верит Что есть Собрание душ И во всю И во все То чем Занимаются Мистические Построения Но Ибнезра Минималист Религиозный Рационалист И занимается И говорит Что чтобы Объяснить Там Прошат Там На том Слайде Где Был Приведен Ибнезра Чтобы Подчеркнуть Минимализм Была Цитата Из Психиатра 73 Года Перевожу Да Мистицизм Это название Для темного Параноидального Заблуждения Неуравновешенных Людей Я так Не думаю Я с этим Медик Я вижу Медик Это позабавил Но это Такой Есть Взгляд Даже Как мы Говорили Даже В нашей Общине Есть наши Друзья Которые Когда Слышат Слово Зор Мистика Говорят Что у них Сразу Выключаются Мыслительные Мыслительные Способности Но мы Тем не менее Рискнем Отважимся Двинуться В эту Сторону Будем Двигаться Осторожно Как Рамбом Как доктор Прописал Осторожно Небольшими Шагами Чтобы Не ухнуть В пропасть Этого Темного Параноидального Заблуждения Неуравновешенных Людей На кого Наехал Там Ибнез Кто-то Из того Что он сказал Так говорил Что Присутствовали Все Оказывается Что это Таргумин Не Таргум Анкелос А тот Который Под именем Йонатан Бен Узель Я вижу Что некоторые Следователи Его называют Псевдо-Йонатан Неважно Ирушалми Оба Таргума Говорят Поскольку Все поколения Были там Когда заключались Богом Союз Сотворение Мира И до конца Время То есть Такая точка Зрения На Великой Я найду И другие Тексты Пока Более старые Чем Таргум Можно посмотреть Как он Датируется Средневековый Текст Вероятно 9-го Века 50-го 11-го Чем эти Таргумим Переводы На Арамейский Которые Говорят О том Что В Союзе Перед Богом Стоят Не только Физические Люди Но и Души Сотворения Мира И до конца Их Время То есть Такая идея Есть В недрах Еврейских Источников Продолжаю Искать Где Где это Точно Прописано И проговорено Начнем Как и Тогда С Гемары Да Извиняюсь Тем Кто Придется Прослушать Это Еще раз Гемара В трактате Ивамот Обсуждает Логический Вопрос Грустный У Человека У Человека Были Дети И Умерли Ну Не Дай Бог Выполнил Он Заповедь Плодитесь И Разнажайтесь Или Не Выполнил Ваше Мнение Логическое Мнение Может быть Сразу Будет Озвучено Выполнил Все Помрем Думаю Что нет Думаю Что Логически Не Выполнил Кажется Мне Что Логично Рабь Йохан Но Хотя Да Сейчас Обсудим Надо Тут Может быть Равин Нам Скажет Обычно Когда Рабь Йохан Спорит С Локишем То Лоха Точно Рабь Йохан Короче Два Амуры 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 С Исраэль Четвертый Или Пятый Век Обсудим Четвертого Пятого Века Нашей Эры Есть Рабь Йохан Значит Третий Нет Ну Второй Не Ну Хорошо Можем Посмотреть Поэтому Короче Рабь Йохан Роша Амурай Мэр Цисраэль Третий Вот Хорошо Что Люди Настрали Не Не Можем Да Итак Понятно У человека Были дети И умерли Равгуна Сказал Кием Прия Урвия Рабь Йохан Амар Лор Кием Да Равгуна Равгуна Сказал Почему Он Выполнен Из-за Рава Аси Сейчас Посмотрю сначала Второе мнение Чтобы нам было Легче Приблить Рабь Йохан Сказал Не Выполнил Прия Урвия Почему Потому что Посук Из-за Шаяу Сколько я Помню Поправляйте Сказал Лотогубара Лешев Бир А Бера Лотогубера Лешев Я Цар Бог Создал Землю Не на Запустение А он Создал Землю Ради Заселения У этого Чака Были Дети Но Они Умерли Значит План Заселения Не Осуществлен Будь Любезен Рожай Новых Заселяй Это от него Как бы не зависело Хорошо Ну хорошо Прошу Они же пожили Все помрут Люди Сдают вопрос Там я Слышу Что Аркаш Что Это Дано Ну да Значит У него были Дети Умерли Сейчас Детей Нет Выполнил Он заповедь Очень Конкретный Логический Вопрос Надо ли Ему Сейчас Рожать Новых Детей А внуки У него есть От этих детей Которые Умерли Это Кровин Вопрос Тут Ничего У него есть От этих детей Которые Умерли У вас Где-то Детей Это Что Это Совершенно Через Долоха Какая Любые Потомки Которые Происходят Этого Детей Это Вероятно Нету Внук Это Абсолютно Один Которому Сказан Нету Это Интересный Вопрос По мнению Детей 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 Спортопадный 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 Детей Детей Дальней Что Вы Смир Это Куда Такая И Детей Встань Левой Скажи Не стесняйся Заселять Землю Пространство Будет Дальше Пока Землю Ну хорошо Те кто погибли Мы сейчас Про них Как бы Не Выполнили Но Но мы Сейчас Говорим Человек Есть Человек Я думаю Что По Простому Можно Объяснить Так Нету Никаких Умерли Не дай бог Дети Малень Не Выполни Значит Завтра Значит Огрожай Новый Говорит Объясни Есть Другая Шпола Которая Нас Больше Интересует Для Нашего Вопроса И Сказал Равуна Выполнил Из-за того Что Сказал Раваси Что Сказал Раваси Раваси Сказал Сакраментальную Фразу Ее Нужно Сначала Ее Нужно Запомнить И Тщательно Уложить Потом Мы Обсудим Что Он Сказал Раваси Сказал Эйн Бен Давид Ба Не Придет Бен Давид Маших Ад Шеих Лу Холь Нешамот Шебагуф Как Сказано И процитировал И Шаягу Нун Зайн Тедзайн Да Не Придет Маших До Того Момента Пока Не Закончится Не Закончится Все Души Которые В Теле Надо Эту Фразу Понять Что Значит Души Бывает Конечно Мы Слышим Иногда Анекдоты Истории Про Несколько Душ Обычно Мы считаем Что В теле Одна Душа Правильно Ну Так По Камере Если Ну Хорошо Тут Как Мы Мы Краевые Сейчас Не Будем Рассматривать Краевые Пока Не Закончатся Души Которые В теле Сейчас Сейчас Мы Обсудим Мы Как раз Хотим Подробно Обсудить То Что Сказал Равуна Равуна Не Не Придет Бен Давид Это Название Машиаха Машиах Бен Давид Ну Как Кликуха Энь Бен Давид Ба А Чеиху Пока Не Закончатся Все Души Которые В теле Как Сказано Из того Что Он Процитировал Мы Сейчас Дадим Задний Ход И поймем Что Он Сказал От слова Коль Все Закончивается Все Каф Лами Через Каф Все А коль А коль Все Порядко Да Правильно И цитирует Ишаяу А вы поправляйте Потому что у меня В распечатке Моей презентации Нету огласовок Кирох Мил Фанай Я Тов Унышамот Аниасити Сколько я помню Контекст Все это Обсуждалось Но В одну из пятниц Пятницу Повторим Правильно Кирох Ишаяу В контексте Говорит Не помню точно Не вовек Я буду сердиться На человека Говорит Да Ну что Ну что Мне сердиться На человека Ну что С него взять Это Так я Своими словами Красно Почему Кирох Мил Фанай Я Тов Мне думается Что Пшат Такой Мы с Владимой Месе Чем это Обсуждали И его поправку Я тоже Доложу Кирох Ибо Дух Предо мной Страдает Я Тов Откуда Мы знаем Что Первое Значение Слова Я Тов Там будет Несколько Первое Значение Слова Ятов Это Страдает Молитва Бедного Когда он Унывает Или Страдающий Тоже Страдающий От голода Унывает Страдает Итак И Шаягу Сказал Бог говорит Ну что Что с Человека Взять Ну вот Он согрешит Передо мной А потом Плохо Плохо Ему Становится И он Бедный Предо мной Милфанай Несколько Что Что скажут Профессиональные Учителя Дух Дух Предо мной Унывает И я Всех Их сделал Я их Отец Их всех Ну что Мне на них Как Что Отцу Сердиться На детей Ну сколько Монта Поэтому Я его Прощу Да Он согрешил Но теперь Он Плохо А тут Мирав Страдает Другое Тот же Тот же Корень Это Пшат Я думаю Думаю Что Раваси Который Сказал Сакраментальную Фразу Эйн бен Давид Банин Придет До тех пор Он Не по Пшату Читает Этот стих Есть еще Слово Митатеф Митатеф Бецецит Оборачивается Прочитаем Так Ибо Дух Предо мной Или от меня Неважно Оборачивается Что значит Облекается Прекрасная русская Облачение Облекается Представляется Так Я думаю Думает Раваси Владимир Алексеевич Когда мы обсуждали Пшат и Драж Сказал Что он Что он Видел В комментарии С форна Который Несколько Тут человек Точно знает Лучше меня Что Я ТОВ Может означать Задерживается Тоже хорошо Правильно Но я думаю Что Раваси Идет По другому Драж Так Мне кажется Он Толкует Он Представляет Раваси Думает Так Всевышнего У него есть Престол Славы Сейчас Это Раши Потом так Скажет Под престолом Славы Есть Хранилище Отцар Недавно проверяли Что слово Отцар Это слово Танахическое Танахия Слово Сокровищница Есть Гинзея Мелох Есть Хранилище В этом Хранилище Есть Все души Есть Собрание Всех Душу Она Облачается В плоть И спускается В наш мир Есть План Теперь Это Хранилище Почему-то Называется Словом Гуф Слово Гуф Многозначное Гуф Это Тело У Каждый Человек Знает Что У каждого Человека Есть Своё Тело Но Есть Еще Одно Тело Тело Это На вот Этом Хранилище Которое Под Престолом Славы Написано Брать Ёбки Душ Лавана Сейчас Я собьюсь Минутку Чтобы Дойти До Эта Самая Рафаси Читает Так Керуах Милфанай Ятов Дух Передо мной Передо мной От меня На На моих Глазах Эха На моих Глазах Облачается То есть Всевышний Всевышний Кстати В Зоре Есть Чуть-чуть Другая Модель Метатрон Не важно Великий Ангел Не важно Важно Что Следующую Следующую Если Линейный Процесс Линейно Развивающийся Процесс Вынимают Следующую Душу Она Облачается В тело Запускается В мир И Теперь Мы Можем Прочитать То Что Сказал Рафас Рафаси Понимание Рафаси Рафаси Сказал Я остановлюсь Рафаси Сказал Эйн бен Давид Ба Не Придет Машир До Того Момента Пока Пока Весь Этот Процесс Линейный Не Циклический Не Закончится Да 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 Если Если Прочитать Слово Ятов Не Папшату Который Страдает Облачается Облачается Да Рафаси Вот Тогда Все Понятно Дух Предо мной Задерживается Как же И что И причем Бен Давид А то Фим Это те Овцы Которые Не очень Торо Соспариваются Совершенно Стандартное Понимание Дух Дух Мой Это Машир Он Задерживается Почему Потому что Его держат Невостребованные Души Конец Сообщения Ясный Драк Значит Мы примерно Одно и то же Говорим Абсолютно Раз Говорим Василий Примерно Одно и то же Но Абсолютно Противополучно Но Но тоже Линейный Тоже Рабаси Тоже Говорит О том Что есть Некоторый Последовательный Процесс Не циклический В этом Мы Оба Объяснения Сходятся Что есть Линейный Процесс И Машир Не придет Пока Раз Два Три Четыре У меня Раз Два Три Четыре Это Облачение У Владимира Ильича Раз Два Три Четыре Это Задержка По времени Четыре Четыре Я читал 20 лет назад. Может быть, Магарша приводит к классическому толкованию этого места. Прекрасно. Значит, у нас есть чем будет заниматься праздник Симхантора. Подкрой марш. Оборачивание и вижу, как Равася отсюда избегает свою мысль. Правильно. Иван. Извините. Для меня же тут только важно, что то, что буквально пишет Раши, я даже его привел, дословно дочитаю к этой Гимае. Я еще помню, что в другом месте написано вот царь Ештаховке Сырка, вот уж могу. Умеберешит, но цру колянны шамот, гаатидот, лаевалет, венитнам лышам. Этот. Унатанам лышам. Спасибо. Это право жизни. Никто не спорит. Это абсолютно общее место. Это важное место, но абсолютно общее. Оно абсолютно общее, но оно абсолютно мне необходимое для следующего шага. Это на здоровье. Что совокупность множества душ, которым управляет Всевышний, называется словом ГУФ. Я хочу знать, почему. Нет, это не пожалуйста. Это теорема, которую мы сейчас доказали и все согласились. Вы ничего не доказали, потому что это не тот ГУФ, который не появляется в форме. Не тот? Абсолютно не тот. Так, Дадима Аркадьевич, хорошо. Я молчу. Да нет, это наоборот, Владимир Васильевич. Что молчу? По поводу предыдущего. Правильно я понимаю? То, что было сказано, про заселения, как бы с этого начали, выполнение заповеди заселения. Это одно мнение. Да-да-да, вы знаете. Если главная мысль заселения, то он не выполнен. В моих глазах и о том, что, не знаю, с Маасэ Брюши в самом начале уже есть некоторый Махсан всех душ, это означает, Оцар, да, Оцар, что он не в ГУФ, но в ГУФ, заселение уже есть. Человек просто его выносит как бы из существующего потенциала либо активно. Но как это с заселением? Если они все едны, заселение уже есть? Ну да, но так бы полярных экспедиций вообще-то не ставить все проще. Почему? Он потенциально уже давно побыл. Он уже так, он уже есть. Вот тут я согласен, Владимир Мюнцевич. Давайте Аркаше дадим сказать, потому что я уже не могу больше. Я несколько недель назад хотел тебя спросить, откуда делся Махсан. Вот Раш написал. Читаем. Оцар ешь. Во-первых, он существует. Оцар – это слово танахическое, не только Хазали его используют, но и значит, это есть в танахе. Оцар ешь Ушмогуф. Есть сокровищница, место, где, ну, место опять, может быть, место духовное, но так или иначе. Вот Сар ешь и это это место называется, ну что, место для простоты, называется Гуф. Оно почему-то называется Гуф. То тело, не то тело, но называется Гуф. Оно называется тело с большой буквы. Уми берешит но цру. Правильно? И а души эти созданы от начала. Уми берешит но цру. Холян шамода аттедот лаевалет. Все души, которые в будущем родятся, а может облекутся, ну, по качеству гипотезы, которые аттедот лаевалет, да, душа спускается в этот мир, облекается в плоти кровь. То есть, может быть, к слову ятов это не имеет отношения, но согласитесь, что это происходит. Унатанам Лешам Всевышний поместил туда, в этот царь и он называется Вуф. Про Абрама ничего пока не говорил. Все души созданы, как тут Раши объяснил это Рава Аси. Рава Аси объяснил Рава Аси следующим способом. Во-первых, существует как, когда возник, что, деталей нет, существует и там находятся души, созданные с самого начала. А для меня очень важно, что это структура душ или это собрание множества душ, называется словом ГУФ. Да, Александр. Я вхожу в общем в спортивный конкурс название душевая. Я сразу туда, что это такое. Почему это важно? Почему это важно, что это называется ГУФ? Ну, во-первых, сначала начнем с фактов. Теперь мы видели, что аргументы говорят, что все души присутствовали и заключали союз. Я объединяю эти две вещи и говорю, что эти души вместе составляют одно тело. Почему это именно важно? Мы видим из последних будущих не будущих. В торгумах будущие тоже. У Раши, который объясняет, что они все созданы мибо-решитель. Это хорошее замечание. Теперь есть свидетельство записанное относительно недавно, несколько сот лет назад, только скажу, которые говорят ученики Ари, вероятно, Рабихаим Гиталь, рассказывает нам про законы, про то, про законы, которые их научил Ари Акадош. Ну, так. Лева, ты спишь? Ари Акадош, 17 век? Чего 17? 16 век? 16 век. Года рождения, да. У нас был очень крошки и вопрос это общее хранилище для тех всех труд и так вы слою тела и его конкретно сохранят. Нет, я считаю первое, никакой идеи про второе нет, не слышно. Есть общее хранилище, которое называется почему-то словом ГУФ, и сейчас это как-то выстрелит через минуту. А? Можно обдумать, что это получается. Да. Да. Ты правильный вопрос создаешь, но вот именно так первая опция, которую скажут. То есть противоположное? Противоположное. Абсолютно. Торий говорит про заселение мира и физическое, что можно посчитать место, время и количество душ заселения мира. А второй говорит про исход душ из некого тела, и это запустит процесс исхода на швейх. Безусловно. Тут как бы ни у кого нет сомнения, что в Торе написано Вер темпру, что есть такая западь. теперь дальше Амураем обсуждают, а какова, почему такая западь. Если мы поймем причину, может быть мы узнаем, поймем и какие будут логические следствия. И дальше Псика, тут раввин есть, который сейчас уже проверил наверняка, как лоха по рабе Йоханну или нет. Я думаю, что женись и заселяй землю. Но не это важно. Важно, что обсуждение для меня важно из-за гуф, из-за использования слова гуф. Но тут как бы если по рабе Йоханну, то земля не заселилась, значит, надо заселять и рожать дальше. А если как ты говоришь по выведению, как я говорил по облачению, но может быть посмотрим марша и уточним. Я не сказал, что один превращается в другой. Я не сказал, что один гуф превращается. Мы с вами общаемся 50 лет, но мой гуф это мой гуф, а ваш это ваш гуф. Теперь, где это выстреливает? Вот сейчас мы это как мне кажется, где это выстреливает. Но может я спутал. Но Герман хочет спросить, уж полночь близится. Да, вот именно пользуясь случаем, это гуф чей был, что он заявленный гуф народа Израиля. Или вообще все души. Сейчас. Сейчас будет. Далее будет. Все хорошо. Я только хочу сказать. А, уже пора. Так хорошо. Агнесенное возвращение, что тебе осталось 25 доходов. Это обратите внимание, что я второй раз повторяю. Я вижу, что в нашей общине некоторые процессы очень замедленно проходят. Рабихайм Виталь рассказывает о том, что чему Ария Кадош в 16 веке учил своих учеников. Кодом Ше Адам Исадеп Филатаб Вейдак Несет По дороге в нашу синагогу тоже. Царих Шейкаб Лав Митсват Ва Афтал Ираха Камо О чем надо думать, когда спешишь в синагогу? Возлюби ближнего своего, не как Левинас, который Вейхавен Лаоф Эд Эхад Мебне Исраэль Кенап Что нужно всех евреев любить. Про всех людей Арии сказал. Про евреев сказал. Убифрат Ахавад Ахавад Ахаверим Ахавад 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 Мы учим Сфор на каждое утро. Мы учим это, мы учим это. У нас такая хеврута такая. Убифрат Ахавад 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 Надо включить себя как будто он А дальше то самое пошло Как будто он Эйвар Эхад Мина Хаверим Шилок Как будто он часть одного села А если у одного проблемы Все должны переживать Нужно или одного тела А в каком смысле мы можем быть частью одного тела или одного организма Да Как бы тела у нас у нас у всех вроде разные Правильно Значит естественно очень идея о том что наши души у каждого есть профессор мой Вайцман говорил в группе учеников Вот каждого из вас я могу объяснить как машину Он хочет получить отметку хочет получить сертификат диплом Единственное мне даже мысль не возникает что у него есть душа какие-то местики Каждый действует по правилам и вполне можно описать как механизм Единственное что я не могу объяснить это кто это смотрит на всю эту группу Кто это из моих глаз смотрит что там даже была такая идея что это маленький человечек который сидит за телевизором за глазом нет сомнения у каждого из нас что у каждого из нас есть душа эти души вероятно вместе складываются участвуют в одной в одном организме который Раф Аси назвал словом Гуф и сказал Эйн Бен Давид Ба Ад Шейхлу Коля Нашамота Шерба Гуф Идея до отождествления Буфи очень интересная только я не вижу как вам показать но то что вдруг но то что вдруг Буф мне мне выдали справку что я для приведенной мной группы 50 человек могу получить со склада набор лыж пару лыж на каждого человека и теперь я каждого сопоставил на лыж и вперед я называю этот отряд лыжников словом склад потому что это собрано со склада а если я на слово тело ориентируюсь так венецианский мавр тоже был в ход тела я демонстрирую Венецианский мавр не принадлежал еврейскому народу который был хранилищем пуст там не превращается в души который здесь образует другое тело эта идея богатая мы видим подсверждение хорошо нам не нужно легких побед мы ставим перед собой мы ищем мы ищем теперь еще еще одна сейчас только я скажу чтобы не забыть еще одна вещь что в Талмуде сформулирован принцип все евреи ответственны одного другого обсуждали логические аспекты этого и даже нашли Исроэль Боренбаум который тут логически я это читал навел меня на другой текст Аравим Кабланим за это еще более глубокий уровень ответственности не будем сейчас если потом захотите объясню в чем разница между простой Аравим Каблан не ваша приходит Накубалим после 14 века и говорят не говори Аравим за конечно никто не спорит конечно ответственно скажи Эйварим за скажи что мы все как части одного что тела в каком смысле мы части одного тела если мое тело это мое тело а твое тело это твое тело а то что у нас души каким-то образом складываются в одну общую структуру как она называется тело гуф другое тело другое вопрос другое но называется тело теперь будь у меня еще три часа ну два часа я собирался есть есть друг совсем другая другая линия направления которое говорит о объединении народа Израиля всех вместе не через тело а через что каким образом через понимание через разум я скажу это буквально что это как бы школа рамбомовская школа мореневых подробно разбирается аристотельская формула на иврите звучит так гуга йодеа гуга йодуа гуга мада он бог знающий он знание он предмет познания он тот кто тот кто знает он знание он предмет познание тут есть три представьте себе есть миша есть теорема пифагора совершенно разные вещи в какой-то момент миша осознал теорему пифагора значит есть миша есть теорема пифагора есть мишина понимания теоремы пифагора вот нет так рамбом когда занимается вопросом свободы выбора знаменитый знаменитая глава объясняет есть большая проблема как это если всевышний все знает как-то у меня есть свобода выбора и он говорит тут как бы знание всевышнего это не мое знание для меня это три разные вещи есть миша есть миша есть мое понимание доказательства или мое понимание деталей доказательства для всевышнего это одно и то же теперь другая формулировка того же того же цехель москиль у мускаль средневековая формулировка цехель это разум москиль это знающий тот который думает и мускаль это предмет если я правильно понимаю и помню то что мы когда изучали смешечные игры мы прокрутив эту формулу аристотелевскую прокатившуюся и обработанную рамбу приходим к чему к треугольнику акадош баругу ам израэль веорайта хадгу всевышний тора и ам израэль это одно каким образом всевышний он знает он москиль знает кого кто предмет знания всевышнего народ израиля он его задумал он ради него создал мир а каким способом каким способом он знает народ израиля с помощью торы которые есть знания сехель москиль мускаль получается что есть единство народа израиля и одновременно торжество со всевышним и с торой в котором никакого тела нету не только что нету понятий нету понятия тела нету формального названия единение происходит через интеллектуальные у у этой гениальной теории есть несколько проблем душ там тоже нет душ там тоже нет правильно но там но там есть познающий там есть знающий предмет познания и есть знание теперь почему да это в чем есть в чем проблема казалось бы у рамбома треугольник есть и он цитирует явно Аристотеля который примерно это говорит надо внимательно вместе почитать не сегодня казалось казалось бы казалось бы в остальных дальше в следующих текстах которые например книги Тания да сочинение Адмора Закхен да то есть там должна присутствовать треугольник почему-то там из этого треугольника остается только две ну в общем короче нужно теперь посмотреть книга Зора точно говорит что Кадош Баргу и Орайто это одно почему-то Амисра не прописала хотя казалось бы должна была быть то есть есть совсем другой способ размышления объединения который не включает правильно сказал Саша душно не включает но и тело не включает и ни в каком виде ни формально ни понятий на это совсем другое но в этих разных предметных областях фигурирует так сказать один и тот же некоторое направление размышления о том что весь народ Израиля каким-то образом является единым целым в связке с Торой и со Всевышком теперь я пытаюсь я уже я понял понял что пора пора еще несколько минут я сейчас руками не по этому а не по тому что это время потому что я ты может быть понял я не понял совсем ничего потому что ты используешь тогда я сначала начну не надо нам угрожать ты не надо нам угрожать значит ты используешь значит комментарии к Широ Шири что отношения народа Израиля и Всевышнего и свих на народ Израиля здесь за тем что это совокупность всех евреев между прочим там слова такие ровно в Медраше Алуба Махшава Исраэль Алуба Махшава все евреи так сказать что Всевышний замыслил да Исраэль Исраэль Алуба Махшава это короче говоря народ Израиля используется как один термин и нет совершенно абсолютно рукописи этого обсуждения о том как души соединяются или как там что-то соединяется ну хорошо ну хорошо смотри мы занимаемся очень я вернусь в самую первую ремарку с которой я начал я абсолютно четко уверен что у меня есть не только тело что у меня есть душа что это в точности значит да и где она когда-то я размышлял как это связано с белками с ДНА там с кровью я я я не знаю ну сейчас оставим не будем давать точное определение потому что мы тут же на этом и утонем но я четко убежден что у меня есть душа и я более того убежден что у каждого из вас тоже есть душа более того я очень хочу думать что у всех всего еврейского народа у каждого тоже есть душа ну хорошо теперь дальше меня очень интересует вопрос единства души в первом пробежье как мы говорили царь я как 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 сказал рак эти еврейские души каким-то образом они каким-то образом составляют одно космическое мистическое должно быть и поэтому я изо всех сил стараюсь понять а это просто продув какой-то то есть что для нами недоступно и ладоши там и пытаюсь говорить да не надо ругаться правильно правильно я пытаюсь понять и говорю наверное у тех которые там перекрывают Айлон у них так же как у меня когда евреев выбрасывали такой я шаг делал поэтому давайте попытаемся их понять и найдем почему потому что это может быть часть одного тела которая является частью мистического тела может быть теперь есть совсем другое движение которым тоже есть там нету душ да там нету там нету не потому что Рамбом считает что нету души а потому что он осуждает Аристотель нет сомнений то что это Аристотель через лабораторию Рамбома превращается в такие цитаты есть нету это открытый вопрос сделай про то что душ составляют одно тело и вторая часть что есть единение через познание что это как бы два разных подхода к одной и той же проблеме теперь я ищу я собирался рассказывать еще много чего но вот в этой книжке я скажу коротко что пора остановиться давайте покушаем очень интересно что тоже душа есть бой. Теперь новое, что я вам хотел сказать, что не успею, что посмертно вышла книжка Миши Шнейдера, где она обсуждает лестницу Якова. Вот так она выглядит. И, как вы знаете, это большая история, и я сейчас... Короче говоря, Яков бежит, и он видит сон. И во сне он видит лестницу. Я думаю, что до сих пор все хорошо знает. Миша очень подробно анализирует апокрифическую литературу, которая дошла до нас на старославянским. Палия есть такой. В 14 веке сейчас расскажу текст, и я собирался его прочитать, но времени нету. Поэтому я коротко скажу. Большинство ученых считает, что этот текст, он древний, что был древний оригинал на иврите или параметте, и что он был позже существенно и попал в 14 веке. Палия, библиотеки и так далее, и так далее. В ней говорится о том, что Яков видит, видите, тут вот я даже приготовил, да, и все лестница, бяши, утверждена на земле и досягши небесе. И вот да, сула муцафа арца варушома гея шамаймай. Все лестницы, эта лестница стоит на земле и достигает небес. И вверху лестницы лицо подобно человеческому из огня. Значит, Яков спит, видит лестницу, над лестницей огромное огненное лицо. А у лестницы 12 я сокращал, потому что обещал закончить пять минут. Здесь еще есть пара вопросов. Короче, 12 ступеней. И справа, и слева в каждой ступени тоже какие-то лица. Но тут страшное гольцо лицо. И дальше есть другие тексты, вероятно, может быть, пришиты позже. Всем этим занимается исследователь. Главный ядерный текст, он похоже, что древний. Кудель, который у нас в экономике считает, что этот текст вообще хосмонейской эпохи. То есть 2-й, 3-й век до нашей эры. Заведомо считает, что оригинал эпохи 2-го храма. Он до христиан, до всего. Короче говоря, Яков спит и видит лицо. Что за лицо он видит? Сокращая и компрессуя главы, он видит лицо Якова, свое собственное лицо. мистический двойник. Встреча со своим небесным мистическим двойником, которое лицо Якова, как известно, высечено на престоле славы. что за двенадцать пар, да? Есть объяснение, что это всякие плохие цари, которые евреев в течение истории, это лестница мировой истории, это цари, которые евреев будут угнетать. Но Миша подробно, в конце концов, занимается следующим вопросом, что вероятно, по крайней мере, есть линия понимание, которое говорит, что эти двенадцать ступиц, справа и слева, одесную и ошибию в этом тексте, это лица, это двенадцать колен Израиля. То есть Яков спит и во сне он видит себя самого или свое лицо высеченное на престоле славы. И еще он видит двенадцать колен. И Миша четко пишет, что это есть некое тело. Он видит представление тела народа Израиля. Прототело, мистическое тело, небесное тело. Пожалуйста. Но так сказать, если это правильно, и это я, это в этом исследовании состоит, я прокритикую собственно эту самую. Критиковать нет времени? Короче, я обсуждал это продолжение той же самой древней текста еврейской, в которых есть холом в своем сне. Иаков видит тело. Он видит своего небесного двойника, который на престоле славы, двенадцать колен Израиля, которые представляют свое тело, которое есть тело, составляющее все души. Теперь я обсуждался с профессионалом по этой литературе, Сашей Куликом, он мне сказал, ну, исследователи говорят, первый век, а Кудель даже говорит, космонийский текст, ты не можешь строить на этом, так сказать, датировки и говорить, что и христиане отсюда черкнули. Короче говоря, все эти датировки, они не для того, чтобы строить такие, ну, типа, я так услышал, ты все-таки ищи четкий другой древний текст, чтобы все было ясно. И я продолжаю спать. Имеет! Это имеет непосредственное отношение. Это тема в Великобритании. Миша. Вы забрали вопрос. Хорошо. Подожди, до вопросов. Подожди, я постараюсь, чтобы все-таки резюмировать. Давай. Значит, я, значит, стучит в моем сердце интерес вопрос, в каком смысле еврейский народ является единым целым. Одно направление есть о совокупном некоторой структуре, что душа составляет некое органическое единство, возможно, которое в Талмуде Раваси назвал тело. Есть другое направление философское, рамбомовское, в котором в той же проблеме единство выходит совсем другим путем, без души, без тела, через познание, но мы сейчас расскажем. Не исключено, что вот в этих апокрифах, которые дошли до нас на Старославянском, полие, отражается древний текст первого века нашей эры или даже раньше эпохи второго храма, где говорится, что Яков, который заснул, он видит некое совокупное тело еврейского народа, голова, это большое лицо, лицо Якова, 12 колен, они составляют некоторую структуру, которую Миша в этой книге называет телом. Имеет отношение все три части связаны. Хак Самех! Я объявляю, расскажу, для тех, кто нас слушает и...